Здравствуйте, это канал Максимадзе и сегодня у нас очень мужской день. Почему мужской? Потому что мы, мужики, сегодня поздравляем всех настоящих женщин и девушек с 8 марта. И я поздравляю всех женщин, девушек, девочек, бабушек, всех, кто меня сейчас смотрит, а даже если те, кто не смотрит, передавайте им от меня, что я вас всех поздравляю с этим международным женским днем. Вы, женский пол, это самое ценное, что у нас мужчин есть. Мы должны вас защищать, но и вы тоже должны нам приносить радость. Все-таки я также поздравляю мужиков всех тоже с 8 марта. Ведь 8 марта у нас тоже выходной, за что мы благодарим этот праздник и наших женщин в том числе. Будьте здоровы, будьте успешными, позитивными, счастливыми, ну и все такое. Желаю всего самого наилучшего, что можно пожелать хорошим, веселым девушкам, женщинам, бабушкам, девочкам, ну и так далее. А теперь переходим к игре. Собственно, у меня тут задний фон даже розовый, поскольку такой вот день женский. Собственно говоря, как достаться седа 3 в офисе. У нас сегодня заключительная серия. Я перепрошел вот этот второй уровень из второго сезона, собственно говоря. И сегодня мы перейдем к самому сложному, но при этом и самому короткому сезону, это третьему. Так, сейчас я на всякий случай помощник все так называемые открою, чтобы, если что я не запутался. Впрочем, этот сезон я не буду стремиться проходить на все 100, потому что нам тут уже ничего не даст. Нет, здесь никакого следующего сезона, то уже нету. Хоть на золото, хоть не на золото, уже ничего все равно не изменится. Первый уровень, значит, архивные работы. Сосед разбирает архивы, попутно поедая конфеты, отсчитываясь в боссу о проделанной работе. Похоже, он совсем забыл, а нас надо ему напомнить. Да, сегодня вы, мужики, должны поздравлять всех представительниц женского пола. У нас большинство, большинство врачей это женщины, а врачи это очень, очень-очень важные люди. Очень важные люди, они спасают жизни других людей и за это мы должны благодарить их всегда. Какая-то красная фигня лежит, а это коробка конфет такая. Много комнат открыты, я смотрю. Ящик. Тумбочку, вернее, смотрим. А, блин, документы. Они сразу испачканные здесь. Я их... Ну да, я не взял их. Не так просто всё-то. Ну так. Так. Ух, успел я. Что можно сделать с этим стаканчиком? Витамины? Ну, вряд ли уж витамины. Нафталин? И не, не, не нафталин. Магнит? Ну уж, вряд ли магнит. Чернильницу? Чернильницу. Пока он в туалет ходит, мы, пожалуй, посмотрим, что можно наверху сделать. Телефон. Магнит? Может быть. Подружкам. Да у него возраст уже не тот, ё-моё. Вы чё? Какие подружки? Не горжусь. Хотя у нас уже, в принципе... Хотя у нас уже, в принципе, вот есть один такой телеведущий, Александр Гордон или Гордон, не знаю как правильно. Нафталин в конфеты, не 6, 7. Ему где-то больше... Ну, ему больше 50 лет уже, он выглядит-то... Он седой выглядит, который мужской и женской ведёт. И там док-док ещё. Он... Он сейчас женат на какой-то 20-летней студентке. До этого тоже с какой-то 20-летней студенткой был. Вот, честно говоря, я против таких браков. Не, ну, если... Если, конечно, есть реально взаимная любовь, то пожалуйста. Но я считаю, что это как-то не очень-то нормально. Испачканные документы, понятное дело. Куда? Куда? Ой, я не туда пошёл. Я не в ту дверь зашёл, видимо. Швабра. Здесь, по-моему, нечего делать. Куда? Гантель, швабру. А, наверное, шваброй надо дверь заткнуть, когда он в туалет пойдёт. Я так полагаю. А вот витамины куда? С гантелей я лошь точно не знаю. А, с аквариумом что-то ещё сделать надо. Витамины, наверное, в аквариум. А вот швабру я догадываюсь куда. Наверное, надо заткнуть дверь. А вот куда гантель, не знаю. Эй, нет, 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 ошибся. Но успел хоть удрать. Витамины. А швабру куда тогда? Сейчас будем разбираться, куда швабру. Ну, тут взять, по-моему, нечего. Швабру куда-то заткнуть, по-моему, можно. На сюда швабру надо. А куда гантель? Вот пока я не разобрался. Так, со шваброй разобрались. А вот куда гантелью надо? Сейчас разберёмся, куда гантель надо. В ящик гантелью надо. Ну, это же не его крик, ё-моё. Сюда надо и гантелью ещё. Ну, блин, ну кто знал, что надо... Что в одно место два предмета надо положить. Ладно, ждём тогда. А в туалете нам ничего делать не надо. Так, ну сюда он не ходит, их швы. О, кирпичная стена. Офигенно. Можно даже зафоткать. Блин, вот это реально зафоткать надо. А то это может даже пригодиться где-то в фоне. А почему он на швабру-то не спотыкается? Серьёзно? Время закончилось что-ли? Переигрываем, ладно. Ладно, сейчас по новой сыграю я забыл про время. чернильница нафталин почему на швабре то не спотыкался ничуть не не понял и и и и и и Так, бандоли. Так, вот теперь сразу... А где я гантель взял, кстати? Здесь? Гантель. Да, вот она. Магнит. Витамины нужно в аквариум. А нафталин в конфеты. Для настоящих гурманов. Ну да, верно. В аквариум витамины. Так, все, все пакости сделаны. Надеюсь, теперь все сработает. На ошибках, как говорится, учатся. Аж проиграл один раз, зато запомнил, как все и как что делается. Да. А вот сейчас споткнется. Ну, не очень зрелищно, что-то. Че у соседа с лицом-то вообще? У него заморозка не отошла, как будто на нем. Ну, фальшивые документы... Ой, испачканные документы он не брал еще. Вот сейчас пойдет за ними. Можно, кстати, заметить, что там лестницы есть. Ну, хоть какой-то, в принципе... Ну, хоть какой-то этот есть. Хоть какая-то реалистичность есть. Если в обычном соседе мы видели гадость соседа в первом, там просто черная темнота была, то здесь вот реально видно, что там уже лестница даже есть. Так, ну здесь нам смотреть нечего, тут пакости нет. Никакой. ВОСТОР УКОСТОР ТОР ВОСТОР ВОСТОР гадость так три с половиной минуты сейчас по телефону позвонит и пойдет к начальнику к своему берет телефон вот так вот держит и чё-то берет что-то просто слушает ни с кем не поговорю ну а чё говорить сосед у нас умеет только вот это вот да на золото не прошли ну и хрен с ним неважно это нам ну и последняя серия апофеоз называется теперь надо дождаться сослуживцы попытаться наладить пошатнувшиеся отношения на какие отношения господи у вас разница возрасте колоссальнейшая подсказка то вы и так уже все знаете ну естественно о гараж и охранник опять но только на двух уровнях появляется так чернила и вот эту фигню берем кстати хочу заметить кое-что одно мы так и не узнали что находится вон там вот за тем проходом ни в одном уровне нету этой комнаты но и но и это скорее всего это выход скорее всего это выход из офиса им просто да тут нам под в на этом уровне нам почти весь офис открыт кроме это кабинет кроме кабинета начальника начальник у нас здесь есть ли тут чё у меня полагаю он пойдет дальше на либо вниз либо туда потому что только что был наверху чем возвращаться опять туда ему надо внизу дела сверчу поделать опять швабра у нас есть ну да он идет к автомобилю я это а а а а а а и покрасить скамейку можно но я же применил краску или не только на скамейку надо попасть сюда можно только одним способом это чей это через тот подземный переход а это зеленая краска была это была зеленая краска алкоголь там графин который надо наполнить водой так понимаю тут нечего делать по моему а можно что-то взять тут ракета какая-то корм для рыбок что-то туда надо может быть картридж да так теперь набираем воду а он не может а он алкоголь не переносит что ли может быть это и хорошо даже что это такое лом я краску применяю нет еще какого-то предмета не хватает покрасили хорошо ну иди в лифт в лифт ой вот этого я вообще не ожидал но качо он тут стоял выложи показано он идет к машине он не шел к машине короче говоря обманули меня так по инструкции действовать будем не тут инструкция до переснимаем графин с алкогольным напитком только правда в инвентаре он другое вообще по-другому выглядит так идем сюда берем вещи здесь ну не успеет сюда дойти так что без так что никаких проблем а с чё с куриницей кстати вот это вот это наверное я просто не знал что курилина не знал что у а а а а а а а а Просто вроде красная, а оказывается зеленая Так, ну швабру сюда Конечно же Загорелась, ничего себе, я не успел, к сожалению, посмотреть О, отвертка тут еще есть Может, отверткой колесо надо? Нет, я не успел Нет, я не успел Ой, а почему он покраснел так? О-хо-хо-хо, а то калюк-то не открылся На деле Покрасился И опять он стал красным, хотя он трогал руками, а не рожей своей Ну да, покрасился его Куда там надо этот, графин-то применять А, воду, наверное, сюда надо разливать Я так понимаю Ну да Других вариантов-то не остается вроде Все, я во всем разобрался Идем в ванну В ванную комнату, в туалет Именно в туалет, потому что в ванной-то там нет По сути Это алкоголь такое излучение делает Он весь этот уровень будет красивее О, уже золото, ничего себе Хотя мы не все по кости еще сделали Заметить хочу я Охранник что-то, по-моему, не встает на этом уровне Или, может, я не успеваю посмотреть Главный герой где находится А, вот он, господи, я уже думал И дай бог сейчас соседу попадется на глаза А че он сюда-то до сих пор не наступил Вот он стоит, а у него в мыслях машина Вот, он же не шо, он же не идет В чем это прикол-то такой? Куда ты пошел? В лифт давай Он на этом уровне краснеет всегда что ли Охранник на этом уровне действительно, похоже, не встает Только на одном уровне он может быть нам препятствием А тут я что-то не заметил Ну вот это вот недочет, конечно Можно было бы реально анимацию туда сделать Нормальную Ладно, герой где у нас? Ага, сидит С боссом, блин Начать снимать следующий эпизод А следующего эпизода нет уже Все, игрушка пройдена Титры Да, собственно говоря Такая вот получилась игра Конечно, игра после того, как ты наиграешься Поиграешь и тебе прям зайдут Первая и вторая кода соседа Эта игра покажется полным говном Потому что здесь Да, разработчики русские все Компания Визлэб Собственно говоря Так, моделирование персонажей Георгий Васильев Георгий Георгий Васильев Вы Вы Очень плохой Дизайнер персонажей Текстуры Наталья Крупина Юлия Горбунова Хотел бы я вам сказать Но ничего не скажу Потому что сегодня все-таки Восьмое марта И не будем мы Подпортивать Малину Но все же Лица у персонажа Выглядят как морщинистые Жопы На которые сосед Он глаз кладет Сосед ходит Как Дебил какой-то Зачем так ходить Просто не понимаю Зачем так ходить Но Уровней намного меньше Да и в принципе Впрочем-то не так страшно Потому что Как я уже говорил Игра получилась довольно отстойной И я думаю Со мной многие согласятся По крайней мере Большая часть Впрочем И прям Ужаснейшая Ее тоже назвать нельзя Что-то в ней Конечно есть Какие-то плюсы Даже есть Какие-то Что он там В дверях Сама локация Очень довольно-таки Красивая Локация прикольная Правда двери Слишком огромные Квадратные И Ну и Камера слишком Приближена Только одну комнату Видно Камере Это Немножко Может быть Неудобно Предметы Если ты не знаешь Как все проходить То может быть Очень сложно Потому что Предметы Надо в каждом уголке Просто в каждом Пикселе Искать И Собственно Это реально Заставит вас Попотеть Вот Лично Это кстати Это вообще Это кстати Самый первый раз В жизни Когда я прошел Эту игру Полностью Хотя я один уровень Не на сто процентов Прошел Да Собственно Вы стали Свидетелями Того Как я первый раз Прошел Когда соседа Три В офисе Нас Полностью До этого Я как-то Играл И из-за того И я не смог Пройти ее полностью Как раз из-за того Что не мог найти Некоторые предметы Ну собственно говоря Давайте на этом Закончим Следующая игра Будет Когда соседа На отдыхе Она же Четвертая часть Тоже с этими же Персонажами Ну естественно Она тоже получится Это таким Фуфлом Мы постараемся Пройти В отличие от Когда соседа Три В офисе Я его кстати Проходил полностью Надеюсь Что и у нас Тоже Получится это сделать Ну Жош На сегодня все Еще раз Поздравляю Всех Представительниц Женского пола С 8 марта Это очень важный Праздник Для вас Ну и для нас тоже Потому что у нас Тоже выходной И мы должны Для вас праздник Этот устраивать Всех С вас Подписывайтесь С меня Эпичные видосы Подписывайтесь На мой блоговый канал Ссылка в описании И группу вконтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok